Добрый вечер, в прямом эфире новости на седьмом канале. Меня зовут Денис Козлов и сейчас главные новости к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какую дистанцию нужно соблюдать иудеям во время молитвы? Вот уже на прошлой неделе разрешили собираться на молитвы на открытом воздухе до 19 человек. В новой серии проекта «Жизнь без короны» расскажем, как Израиль выходит из карантина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А мы начинаем с громкого уголовного дела. Анатолию Быкову устроили очную ставку со свидетелями, проходящими по его делу. Фрагмент записи выложили в интернет следователи. И сегодня же экс-депутату предъявили обвинение в организации двойного убийства, которое произошло в 1994 году. Напомню, по версии следствия Быков, после покушения на свою жизнь, посчитал причастным к этому Александра Наумова и решил его устранить. Сделать это поручил своему человеку, Владимиру Татаренкову, а тот нашел исполнителей Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Спустя 26 лет после убийства трое свидетелей на очной ставке с Быковым указали на него, как на заказчика. Быков говорил о том, что его взорвали двое. Это все он организовал на УМУ. Предложил мне Чучкову, вы сможете убить этих. Я и Чучков дал согласие. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам, их надо убить. Его люди предоставляли нам квартиру для проживания во время убийства. И впоследствии мы скрывались в домах, предоставленных Анатоли Петровичем Быковым. По какой причине ранее вы не указывали о причастности Быкова к совершению данного преступления, а в настоящий момент указываете об этом? Ну, из чувства солидарности раз, из того исходя, что, может быть, в чем-то помог бы. Но помощи не увидел за весь срок. Впрочем, сам Анатолий Быков на очной ставке вину свою не признал, подчеркнув, что ни одно слово из показаний свидетелей не является правдой. Мы связались сегодня с его адвокатом, и тот сообщил, что на следующей неделе будет рассмотрена апелляция его подзащитного. Однако качественно подготовиться к судебному заседанию и проработать с клиентом в предоставленных условиях крайне сложно. Его позиция прежняя. Вину он не признает. Находится сейчас один в камере, в карантине. Очень его огорчает отсутствие телевизора, отсутствие холодильника. Также высказывал Анатолий Петрович свое недовольство тем, что действительно на сегодняшний день в следственном изоляторе продуктивно работать с адвокатами совершенно невозможно. Потому что из-за карантина мы встречаемся в тех кабинках, где встречаются родственники в ходе свиданий. Другим темам очаг вспышки коронавирусной инфекции в вахтовом поселке Северо-Анисейского района надеются локализовать в течение следующей недели. Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор края Александр Ус. В вахтовый поселок отправится вице-премьер Анатолий Цекалов. Он возглавит рабочую группу, в состав которой вошли представители Краевого Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС и полиции. Кроме того, на заседании решили дополнительно привлечь силы Минобороны. На территории Олимпиадинского ГОКа появится палаточный городок на 200 мест. Как известно, силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. И в течение ближайших двух дней ожидается дополнительное развертывание еще одного мобильного госпиталя, который обеспечит Министерство обороны по нашему запросу. Главная проблема, с которой столкнулось предприятие, это прежде всего отсутствие так называемого маневренного жилого фонда, который позволило бы четко отделить здоровых от инфицированных. Также Александр Рус подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом в тех районах, где работают вахтовики. В документе указано, что работодатель должен разместить людей в специальных помещениях по типу обсерваторов на 14 дней до выезда к фактическому месту работы. Это необходимо для соблюдения за наблюдением за состоянием здоровья работников. Кроме того, нужно обязательно протестировать сотрудников на ковид за двое суток до выезда к месту работы. Если результат окажется положительным, то заболевшему его контактным лицам запретят выезжать. Еще один человек скончался от коронавируса в Красноярском крае. За все время не справились с болезнью 16 человек. Новых случаев заболевания за сутки 48 и почти столько же пациентов выздоровело. Теперь в целом их 500 человек. На лечении сейчас больше тысячи пациентов. Из них 17 находятся на искусственной вентиляции легких. Сейчас на карантине примерно 1200 жителей края. Это плюс 197 за сутки. За все время обследовали больше 120 тысяч человек. А сегодня в России зафиксировали 10,5 тысяч новых случаев. Кривая заболеваемости снова пошла вверх, хоть и ненамного. Лидеры по количеству заболевших среди регионов за все время так и не поменялись. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Красноярский край сейчас на 22 месте. Те, кто полностью излечился от болезни, уже почти 60 тысяч по всей стране. Больше двух тысяч медработников получили дополнительные выплаты за апрель. Об этом сообщил министр здравоохранения края Борис Немек. Он отметил, на следующей неделе расширят критерии при установлении доплат. Поскольку премии с федерального бюджета начисляют, исходя из фактически отработанного времени за смену, а региональные выплаты не будут привязаны к длительности рабочего дня. Такое поручение дал губернатор Александр Ус. Также в Красноярском крае повышенную зарплату получат специалисты, которые работают с пациентами с подозрением на ковид. Предполагается, что доплачивать будут и медработникам, находящимся на вынужденном карантине из-за контакта с больными. Отмечу, из федерального бюджета на выплаты выделено 80 миллионов рублей, из регионального – почти 40. Напомню, доплаты медперсоналу рассчитаны на три месяца. Размер выплат составляет, самих выплат, по врачам от 150 до 220 тысяч рублей, только выплат без заработной платы, соответственно, с районными коэффициентами. По среднему медицинскому персоналу, соответственно, этот размер составляет от 50 до 150 тысяч рублей, и по мальчим медицинскому персоналу от, соответственно, 25 до 75 тысяч рублей. Это я среднюю цифру называю по стационарам. Больше 200 российских туристов, в том числе и жителей Красноярска, вывозят сегодня из Индии. Самолет из ГОО сначала приземлится в нашем городе, после отправится в Екатеринбург и Москву. Красноярский рейс ожидают сегодня вечером. Туристов будут встречать сотрудники Роспотребнадзора. В Министерстве транспорта нам рассказали, иногородних пассажиров отправят в обсерватор, а красноярцев развезут по домам на автобусе. Следить за соблюдением масочного режима теперь будут работники общественного транспорта. Речь об экипажах автобусов, троллейбусов и трамваев. Они будут напоминать горожанам о необходимости индивидуальных средств защиты. Пассажирам, которые отказываются надевать маски, теперь могут отказать перевозки, говорят в Департаменте транспорта. Также со следующей недели из специальных автоинформаторов будут периодически звучать напоминания для жителей. Добавлю, носить маски на остановках в городском транспорте и такси теперь обязаны все горожане. С понедельника для въезда в Железногорск начнут оформлять временные пропуска. Пока воспользоваться этим смогут только родственники местных жителей. Напомню, въезд в Железногорск ограничили еще 8 апреля. О других новостях в двух словах расскажем далее. На тысячу рублей оштрафовали красноярского водителя, который не уследил за своими пассажирами. Машиной управлял 20-летний молодой человек. Выяснилось, что он никогда не получал водительского удостоверения. За опасную перевозку людей его оштрафовали на тысячу рублей. А за вождение в пьяном виде молодого человека арестовали на 10 суток. В Красноярске провели смотр специальной водной техники. С ее помощью полицейские патрулируют водоемы края во время паводков, а также устраивают рейды. Вся техника, а это суда на воздушной подушке, скоростные катера и суда с водометными двигателями, готовы к работе. В ближайшее время их отправят в районы края. Дополнительные электрички для дачников запустят в Красноярске. Так, четыре электропоезда, которые раньше курсировали только по выходным, станут ежедневными. А две субботние электрички до Кемчуга и Качи будут выходить в рейсы и по воскресеньям. Назначатые сквозные поезда. На них жители края смогут добираться до дачных участков с одного берега Енисея на другой без пересадки на станции Красноярск. Сразу после рекламы расскажем, что нового появится на острове Татышев. Обязательно дождитесь. Пока вы дома, мы строим. Усталость, боль, тяжесть в ногах, вздувшиеся вены – признаки варикоза. Но главная опасность для здоровья – образование тромбов. Удаление варикоза без разрезов и наркоза за 40 минут. В клинике лазерной хирургии варикоза нет. Пока вы дома, мы строим. В Татышев парке обновят сеть пунктов проката спортивного инвентаря. На острове заработают новые павильоны-трансформеры. В дальнейшем там откроют прокат зимнего оборудования, например, лыж и ледянок. Подробности расскажем в сюжете далее. Так в ряд стоят четыре одинаковых павильона-трансформера. Есть закрытая часть, как вы видите. Есть часть открытая. Вот такие павильоны-трансформеры в новой деревянной обшивке предоставят предпринимателям. Всего подготовят восемь сооружений. А пока они еще не заработали, мэрия объявила торги для размещения в них пунктов проката. Мы приступаем к этой процедуре. Начальная часть – это неделю документация висит на сайте. Каждый желающий может с ней ознакомиться. Через неделю начинается сбор заявок. У нас есть таттовая цена. И, соответственно, тот предприниматель, кто даст больше в рамках своего ценового предложения, тот, собственно, и получит. Изменится в этом сезоне и схема расположения объектов. Их планируют установить у информационного центра около Октябрьского моста, недалеко от парковки на восточной части острова и у Вантового моста. К концу июня в Татышев парке появятся и совершенно новые павильоны для проката – три штуки. А до конца года смонтируют еще четыре новых объекта. Они впоследствии заменят старые сооружения-трансформеры. К тому же они вдвое вместительнее. Это позволит использовать их в течение всего года, а не только летом. Таким образом бизнесмены смогут организовать зимний прокат, например, с лыжами или коньками. Тем временем посетители уже сейчас отмечают большой выбор инвентаря. У нас здесь есть специальная группа скандинавской ходьбы. Три раза в неделю занимаемся. По два с половиной занимались. Сейчас на самоизоляции не занимаюсь. Вот разрешили, мы собрались с мелкой группой и вышли. Очень нравится для здоровья, очень полезно. Самочувствие улучшается. Ходили такие, сейчас ходим такие. Реновация пунктов прокатали с частью планов по развитию острова. В этом году там продолжат обустройство водоемов, расширение дорог и тропинок. Запланировали ремонт части спортивных площадок. В какой-то веке я на Татышеве вижу какой-то позитив. Прямо совсем позитив на самом деле. Я очень надеюсь, что я не ошибаюсь. И очень надеюсь, что... И очень похоже на то, что на это городское пространство пришел какой-то определенный порядок. И уже понятно, что, собственно говоря, пространством занимается город и достаточно неплохая команда. А сейчас на остров Татышев можно прийти со своим спортинвентарем. Прокат возобновят после снятия ограничений. В администрации парка обещают. Количество велосипедов, роликов и прочего оборудования в этом сезоне сохранят на прежнем уровне. Виктор Бородин, Павел Иванецкий, 7 канал. Шесть новых арт-объектов скоро появятся в Красноярске. Им уже выбрали названия. Например, «Притчи о птицах», «Изгиб времени», «Скамья», «Бесконечность». Создадут их молодые архитекторы, дизайнеры и художники. Они представили почти три десятка проектов на конкурс по оформлению городских пространств. Лучших выбирала комиссия, в составе которой были городские архитекторы, художники, общественники и чиновники. Главный критерий отбора – сочетание арт-объекта с окружающим пространством. Сейчас все победители получат по 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Планируют установить арт-объекты в популярных общественных местах Красноярска. Из мест, как пример, это сквер Ютина, предмостная площадь, Таргашинский хребет, клумбы, которые у нас находятся также на территории сквера победителей, далее уже как раз будем индивидуально прорабатывать. Они будут реализованы в летний период, до сентября. А сейчас новая серия проекта «Жизнь без короны». Сегодня расскажем, как Израиль приходит в себя после пандемии. В Тель-Авиве сейчас живет бывшая Красноярка, там она работает воспитателем в детском саду. Какой штраф в Израиле за нарушение масочного режима? И на каком расстоянии друг от друга теперь молятся иудеи? Смотрим в следующем сюжете. На прошлой неделе только-только начало все маленько открываться. То есть сначала разрешили открыться маленьким магазинчиком, сейчас разрешили уже еда на вынос. На прошлой неделе как раз разрешили также открыться и шопинг-центром, также библиотекам, отелям, гестхаусам, природным заповедникам, паркам, зоопаркам, уличным рынкам и спортзалам. То есть это все уже на прошлой неделе только начало работать. Вот почти два месяца все было закрыто. При этом Израиль – это страна, тут достаточно много иудеев, и для иудеев очень важно собираться на молитвы, ну таким большим составом. Во все время карантина все молитвы были под запретом. Имеется в виду, что все молитвы в синагогах, они были под запретом. Но сейчас вот уже на прошлой неделе разрешили собираться на молитвы на открытом воздухе до 19 человек с соблюдением дистанции 2 метра. Сейчас, кстати, надо сказать, что я вот сейчас рискую, сижу без маски. Если, допустим, тут будут ехать полицейские, то меня могут сразу же штрафовать без предупреждения по российским деньгам примерно на 4 тысячи рублей. Детские сады открылись вчера, в воскресенье, 10 мая, но в уменьшенных группах. Скажем так, если группа была 35 человек, то сейчас ребятишек разделили напополам, то есть 17 ребятишек ходят в одни дни, недели, другие 17 ребятишек ходят в другие дни недели. Надо сказать, что я 2 месяца не работала, соответственно, я 2 месяца не получала зарплату. При том, что здесь, в принципе, прожиточный минимум, если в российских деньгах, то примерно 100 тысяч рублей. Моя зарплата больше, чем прожиточный минимум, то есть за 2 месяца я примерно 260 тысяч рублей потеряла. Но, к счастью, у меня была некоторая заначка, я, правда, ее на большую мечту откладывала. Но вот, конечно, сейчас во время этого карантина пришлось эту заначку распотрошить. Ну вот мы с мужем, надо сказать, достаточно благополучно в целом пережили, в том плане, ну, в плане настроения, потому что мы сконцентрировались на тех вещах, которые очень давно хотелось сделать, но совсем не хватало времени. Например, я преподаю ему английский, и, соответственно, мы делаем больше уроков английского. Потом я давно мечтала прочитать Гарри Поттера на английском, я его, наконец-то, прочитала. Потом мой работодатель всем преподавателям в детском саду нашем предложил пройти курс онлайн «Забота о детях». Это от британского, от лондонского колледжа, и, соответственно, получение международного сертификата. То есть, в целом, так настроение хорошее, но уже очень устали от карантина, и, конечно, хотим на работу. Край впервые опубликовали перечень объектов недвижимости, которые подлежат кадастровой оценке в этом году. Речь о земельных участках, которые находятся в населенных пунктах. Теперь пользоваться перечней могут как обычные жители, так и организации, у которых участки собственности. Итак, в перечне содержится, прежде всего, информация от кадастрового номера до вида использования земельных наделов. Это данные для установления кадастровой стоимости. Поэтому ее нужно сверять с теми документами, которые есть у вас на руках. В эти категории попадают абсолютно все земельные участки. Это многоэтажное строительство, индивидуальное жилое строительство, промышленность, сады, гаражи, огороды, дачи, все, что угодно. То есть, все, что у нас находится в черте населенного пункта и стоит на государственном кадастровом отчете, это подлежит государственной кадастровой оценке. Кадастровую стоимость рассчитывать будет Краевой центр кадастровой оценки. Полный перечень объектов опубликован на сайте правительства Красноярского края, Министерства экономики и ЦКО. Если указанный на порталах вид использования земли не совпадает с данными в документах, то нужно обращаться опять же в центр кадастровой оценки. Для этого необходимо написать электронное письмо, в нем указать ФИО, номер участка и прикрепить скан документа о праве собственности. То же самое можно сделать при помощи обычной почты. Оба адреса, физические и электронные, сейчас на экране. Также специалисты продолжают вести личный прием, правда, с соблюдением мер безопасности. Посетителей просят приходить в масках и перчатках. В министерстве говорят, лучше сделать все проверки как можно скорее. Почему это важно? Потому что исходя из этих параметров и будет оцениваться стоимость одного квадратного метра земельного участка. Особенно важно разрешенный вид использования, потому что от него стоимость может быть очень серьезно различна. Период, который есть у людей для того, чтобы оценить, он оканчивается этим годом, в конце года уже будет определена стоимость. Сразу после рекламы о новых методиках, по которым теперь тренируются красноярские спортсмены, оставайтесь с нами. Оставаясь дома, есть время выучить испанский, убрать квартиру, навести порядок в шкафу, заняться спортом, приготовить свое фирменное блюдо или просто съесть торт. Мы остаемся дома. И ты оставайся дома. Вместе с Седьмым. 37 тысяч сосен высадили работники лесной отрасли, приняв участие в международной акции «Сад памяти». По ее итогам в России и странах СНГ должно появиться 27 миллионов новых деревьев по количеству погибших в Великой Отечественной войне. В Емельяновском районе выбрали место недалеко от деревни Близневка, где в июле 43-го года попал в катастрофу военный летчик Аркадий Кольцов. Он перегонял истребитель «Аэрокобра» из Аляски по программе «Ленд-Лиз». Несколько лет назад поисковики обнаружили и место крушения, и останки военного. Сейчас там установлен памятный знак. Несмотря на карантинные меры, в акции «Сад памяти» тоже можно принять участие. Для этого нужно высадить дерево на пригородном участке, в деревне или на даче. Отметить фотографию в социальных сетях хэштегом «Сад памяти дома». И, конечно, рассказать историю о человеке, в честь которого посажено дерево. Я свои посаженные деревья посвящаю деду Зуболенко Варфоломею Иларионовичу. Он всю войну прошел ефрейтором, с 41-го года вернулся с войны и на 85-м году жизни умер. Тренеры спортивных школ в условиях самоизоляции продолжают придумывать новые методики для воспитанников. Например, тренер футбольного клуба «Рассвет» занимается с детьми через Инстаграм. Подсказывает упражнения с мячом, которые можно повторить в квартире и при этом не надоедать соседям. А воспитанницы тренера по спортивной гимнастике Анастасии Окладниковой собираются на видеоконференциях в приложении «Зум» и часто к ним присоединяются родители. Полноценных тренировок в школе это, конечно, не заменяет, но помогает детям сохранять и не терять соревновательную форму. Больше всего изменилась нехватка площади. Это маленькое замкнутое пространство, в котором очень тяжело разбежаться или, не знаю, сделать какой-то элемент, на который нужно много места. Ну и те же самые гири поднимать, все время смотрят, чтобы не зацепить люстру или кого-нибудь рядышком. Спасибо большое родителям, что вот они... Кто-то у меня умудрился уже бревно сделать. Во дворе поставили, прям такое полноценное бревно. Для работы на брусьях родители делают перекладинки, то есть я им высылаю фотографии, где-то там папы мастерят. То есть вот спасибо, хотя бы так, что можно работать. И теперь информация о погоде. В субботу 16 мая в Красноярске облачно, без осадков, ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров шутного столба. Ночью плюс 5 градусов, днем до плюс 22. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайперы. Ватсап номер 8 391 2900-333. А также следите за нами в социальных сетях. Для вас работал Денис Козлов. Увидимся на седьмом канале. Помещения для бизнеса сдаются в аренду. Парковка, коммуникации. 8 902 941 11 34. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова